Смотрела я видео, это Ивановская, Иванецкая. Если увижу, я тебя харкну в морду. Иди ты нахуй со своим пиаром. Я просто хочу сказать, ты мразь. Вот ты мразь просто. Девочки и мальчики, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна Иванецкая, парикмахер и колорист. И сегодня у нас с вами очередная ответка от Наталии Советовой, которая все же посмотрела мои видео. Она решила записать на вашего любимого парикмахера пародию. В общем, девочки, сегодня просто не видео, а полнейший трэш. Давайте смотреть. Смотрела я видео, это Ивановская, Иванецкая. Я просто хочу сказать, ты мразь. Вот ты мразь просто. Ты ебалась до меня. И ты знаешь, ты такие эти, поддерживаешь такие комментарии. Это мне просто неприятно и обидно. Вот я хочу сказать, вот мрази, вот когда вы от меня отстанете? Я живу себе и живу. Я не прошу никакого ни пиара, ничего. Начали там и про вообще не знаю чего. Ах, с первой минуты сразу же оскорбление. Меня вообще так удивляют люди, которые выкладывают видео в интернет. Создают канал, получают монетизацию, соглашаются с правилами. На YouTube, как только выпускают реакцию на некоторых людей, они сразу начинают, а раньше у них там видео украли, что ты должен был спросить, разрешение на использование видео. Я не должна спрашивать разрешение ни у кого, чтобы снять видеообзор. Каждый человек, который выкладывает свое творчество на YouTube, он подписывается под тем, что это видео можно, могут повторно использовать по принципу добросовестного использования материалов. То есть, как бы создание. Не то, чтобы я скачала видео, загрузила себе на канал, будто бы это я, и я его сняла. Нет, конечно. То есть, я делаю реакцию. То есть, соответственно, видео, оно приобретает совершенно другой смысл. Меня вообще просто поражают такие люди, которые считают, что я там специально делаю обзор на их какие-то парикмахерские факапы, да, только для того, чтобы их унизить. Ну, прям вообще сижу как бы целый день и ищу, кого бы еще сильнее унизить. Вообще диагнозы мне ставить. Понимаете, девочки, вот мне не нужно этого пиара, я живу себе спокойно. Я первый раз говорю, ну просто баба мразь. Ну просто баба мразь. Очень приятно, меня зовут Жанна. Чтоб тебе все эти комментарии, все, что ты сделала, да, вернулось. Я еще репостнула от своей простоты душевной. Она теперь достанет и не отстанут от меня никогда. Никогда от меня не отстанут эти мрази, которые на мне делают контент. Ну делайте вы себе, вы чего травите-то? Просто реально мрази, я вообще не знаю, они никогда от меня не отстанут. Сижу я с тебя и сижу с 200 просмотрами. Мне не надо вашего пиара, понимаете? Я тебя не уважаю, ты мразь. Девочки, у меня сейчас крыша просто потесет от просмотра данного ролика. Сразу хочу сказать, что вот эти вот все обвинения в пиаре, мне кажется, они остались лет 5 на ютубе, когда кто-то, была такая история, знаете, когда подписчики прибегали на канал и говорили, ты вот, ты украла тему у того-то или ты там украла, короче, идею. Сейчас вообще идея с реакциями на другой контент, она совершенно не новая. Странная такая история, знаете, когда человек выкладывает кучу видео на ютубе и при этом, когда его кто-то замечает, тем более, это не я одна делаю на Натали, советую в обзор, куча каналов делаю на ее контент обзор, потому что там вообще какой-то торшак происходит. Такая, знаете, странная какая-то история, сначала человек всеми силами хочет добиться того, чтобы у него было много подписчиков, но потом, когда на него снимаешь обзор, даешь ссылку на канал, я всегда это делаю, да, в своих реакциях, она говорит, ну ты, мразь, мне не нужен твой пиар, серьезно. Знаешь, ты, мразь, понимаешь, потому что ты, мразь, у тебя руки-крюки, стричь ты нормально, не умеешь, красить ты нормально, не умеешь, ты в обзорщице подалась. Если увижу, я тебя харкну в морду. Ох, не увидишь ты меня, Натали, потому что я в Украине, а она в Москве, поэтому харкнуть мне в лицо можно, наверное, но придется не маленький и не дешевый путь проделать. Ну ты обзор, ну ты немножко думай, что у тебя творится в комментариях. Нахуй мне этот пиар твой, ебут ты, ебут я в шоке, девочка. Это достаточно частое такое, знаете, мнение, что вот, Жанна, ты нихера не умеешь, поэтому ты сидишь, делаешь обзоры на такие работы. Девочки, я бы с большим, с большим удовольствием выкладывала бы свои собственные работы, но, к сожалению, если посмотреть по просмотрам, люди хотят смотреть реакции. Там, когда я выкладываю работу с клиенткой, там, блин, 15-18 тысяч просмотров. Когда я выкладываю реакции, в два раза больше. Естественно, я буду снимать реакции, я снимаю исключительно тот контент, который смотрят люди. Людям интересен всякий трэш, какие-то отпадающие волосы, да, я же не могу, блин, клиентов к себе приглашать и делать ему отпадающие волосы за их же деньги. Поэтому мне это тоже часто достаточно пишут в комментариях, что вот, у тебя там ничего своего, у тебя там не работы, никого нету, ты сидишь одинокая. Сидишь на YouTube, там, видео свои заливаешь, девочки, я делаю реакции, именно потому, что этот контент, который больше всего просматривается, оригинальные работы, да, или там какие-то покраски, или обзоры красок, к сожалению, это собирает намного меньше просмотров. Именно поэтому я и делаю такой контент. Зачем мне это надо, блин? Если я тебя увижу, я харкну просто тебе в морду за твои комментарии. Мне нахер не нужен этот пиар. То есть она сказала, что она мне харкнет в морду за мои комментарии. Так это же не я писала эти комментарии. Не знаю, она что-то почитала, полезла в комментарии под предыдущим видео, но там ничего такого особенного не было. Там, ну, писали, что там у тети крыша течет, и всякие приколы смешные, да, но никто ничего такого обидного не писал. И либо убирали, либо я сейчас буду кидать страйк. Пошли вы нахуй со своими обзорами. Это просто ненормально. Иди ты нахуй. Не надо. Я еще дура репостнула. Зачем я репостнула? Они теперь вообще никогда не отстанут от меня. Начали. Там вообще что только не сказать. Вы родите своих детей, высрите сначала, блин. А то, может быть, не можете. От зависти с ума сходите. Вот мы и нашли настоящую причину моей зависти к Наталье Советовой. У нее-то дети есть. А вот у меня нету именно поэтому я вот сижу такая вся завистливая. Думаю, блин, у кого на ютубе дети есть? Делаю-ка я на эту женщину обзор, да, потому что мне так завидно. Так хочу своих детей иметь. Так и будут ко мне цепляться вот эти вот блинчики, которые ничего из себя не представляют, не могут. И понимаете, вроде она ничего не сделала и травит там в комментариях ее чушки вот эти вот. Чушки это мои подписчицы, мои зрительницы, девочки. Знакомьтесь, я вообще такое слово чушка не слышала, наверное, с пятого класса. Другое же дело зрительницы Натальи Советовой. Настоящие интеллектуалки, которые каждый день наблюдают по 20 роликов новых в сети. Иди, стриги, вот люди миллионы зарабатывают на стрижках и на всех этих-этих. Про алкашек снимай. Что значит иди, стриги миллионы заработать? Я уже заработала миллионы, вложила его в квартиру. Меньше чем полмиллиона я еще вложила в ремонт. Так что Наталья Советова, у меня все хорошо. Сейчас я, ну, учусь страйки кидать, всем накидаю. Нахер мне это надо, блядь, это нервотрепка. Сейчас, подождите, я сейчас, либо убирай, либо я тебе сейчас кину страйк. Ты тварь, поняла меня? Тварь поняла тебя, но, девочки, прошло с этого видео уже 7 дней, страйков никто не кинул. Кстати, у меня очень часто на канале мне кидали девчонки на реакции, на которых я делала видео. Страйки кидали, все страйки YouTube отбивал. То есть, YouTube считает, что контент, который я делаю, это правомерный контент. И, конечно же, каждый час начали выходить ролики, посвященные мне. Не могу, объясню вам свой нервоз. Ну, ты изучила мои видео, ты сиди и скажи, ты богиня, советуй. Ты самая лучшая, ты самая умная. И я захожу в комментарии, это вы ей сделали пиар. Да иди ты нахуй со своим пиаром. Тогда, в таком случае. Сидела, смотрела, изучала. Молодец. Кого еще смотрела? Молодец, возьми с полки пирожок. Это вы ей сделали пиар. Да ты кто такая вообще мне делать пиар? Я вообще читаю свои обязанности, да, когда делаю видеореакт. Акцию на кого-либо. Я всегда указываю канал. В основном, это каналы с очень маленькими просмотрами. И многие девчонки приходят там и начинают смотреть. Я вообще такой человек, не жадный на информацию, не жадный на то, чтобы указать какого-то другого блогера, да. Который, который также развивает свой канал на ютубе. Потому что, если человек смотрит меня, он перейдет на другого блогера, его посмотрит, что он тут же перестанет смотреть меня. Или, что я там перестану ему нравиться, да. Нет, я наоборот всегда указываю, говорю, с какого канала это взято. Я указываю, это ссылка, когда-то, то есть я всегда добросовестно следую вот этим правилам ютуб. И я наоборот только за то, чтобы ютуб как-то развивался. И я вот там, ну, показывала каких-то небольших блогеров, маленьких. Что вы думаете? Проходит несколько часов, снимает на меня пародию. Поэтому давайте ее посмотрим. Я вообще ей завидую. Мне, говорят, и денег не дают. Я решила вот насоветовать заработать. У нее 11 тысяч видео. 11 тысяч видео, чтобы вы понимали. Она меня нахуй послала. Нахуй меня послала. Я хоть насоветую заработать. Я, говорят, и денег не дают. Это что такое? Я и стричь не умею, и руки у меня, крюки. Я вот и видео подала. Я, на самом деле, на меня еще никогда никто не снимал пародию. Но вот эта вот железка, которую Наталья Советова, это она, типа, пародирует мои брекеты. Видите, такую же заколочку себе приколола. Херово, я мастер. Мне бы хоть до 100 долларов заработать. Ну, посмотрим, что у нее тут что. Та же по поводу того, что вот, Жанна тут, короче, сняла видео про Наталью Советову. Заработала 100 долларов, если бы, девочки мои, сейчас очень сильно просела монетизация. И с видео, которое собрало 30 тысяч просмотров, я даже 100 долларов не зарабатываю. Я не буду говорить о том, что создание, запись, съемки, видео, да, у меня занимает большое количество времени. То есть, ну, в целом, наверное, ну, видео там минут 20 записываю, да, потом еще монтировать не очень долго, часа 3-4. А за это время я зарабатываю стоимость окрашивания корней в салоне. То есть, корни клиенту покрашу за полтора часа вместе с сушкой головы, да, а с видео я там мучаюсь в 5-6 часов. Ну, как бы сказать о том, что с Ютуба при моих просмотрах можно какие-то существенные деньги заработать, но про это даже не приходится говорить девочке. Я зарабатываю как парикмахер намного-намного больше. Что у нее в этой советовать? Психически больная, больная психически. Тестерами красится. На данный момент у нее куча видео. Я-то нос отрезала. Вон тестер и пошла краситься. Этот блогер. Пифец. Одинокая. Советы дает. У меня такое впечатление, что это я через 30 лет на Ютубе. Поэтому, если я стану так себя вести, обязательно скажите мне об этом в комментариях. Но, на самом деле, потому как я обычно смотрю, выкатив в глаза ролики, это очень-очень похоже. Уже не обременена. Уже не обременена. А что она на ложке тренировалась, поцелуй? Уже ты сейчас. Не обременена она уже. Этими детьми кучами, кучами... У меня-то ни детей, ни плетей. Я сижу, вот, пищу просоветую. А что мне делать-то? У меня ни денег, ничего. Я отстричь-то ее умею нормально. Ты же блогер! Прям очень-очень похоже. Ей все-таки, мне кажется, надо в комедийном жанре себя пробовать, а не в таком, знаете, чисто бытовом, что там покушала, что там какие, огорачка сварила. Нет, в комедийном жанре Натали советово прям, знаете, может всех стендап-комиков подвинуть. Этот блогер известен тем, что тестерами красится. 11 тысяч видео. А я нихуя столько не могу снять. А? А? А-а-а. Да ебань, тогда ебань. Очень жаль, конечно, что Натали советово считает, что целью моей реакции это именно докопаться, да, а не снять обзор на какие-то парикмахерские ошибки. С тем, что у меня там обрезанный нос, что у меня сделана ринопластика, она из видео-видео, которое для меня записывает Натали советово, она как бы фигурирует, и я смотрю, что для очень многих увеличены губы, нос, да, это какой-то очень-очень мощный триггер. Девочки, это не стоит просто всех денег мира. Квартира в десятки раз дороже, да, но при этом у нас люди почему-то не завидуют тем, у кого есть свое жилье, но всегда вот эта вот история с тем, что кто себе увеличил, кто себе уменьшил, она вообще прям очень часто фигурирует. Девочки, если бы я 10 лет снимала на YouTube, и как у Натали советово, у меня было бы на канале 11 тысяч видео, я бы тоже уже, наверное, не знала вообще про что снять очередной ролик. Кстати, она там говорила, ну вот тебе слабо снять 11 тысяч видео, вот так взять, снять и наговорить на 3 минуты и выложить это видео, мне вообще абсолютно не слабо, но мне хочется, чтобы у меня были и просмотры высокие, мне хочется, чтобы у меня был, конечно же, качественный контент, и дальше следующая часть пародии на меня муж пришел с работы. А это Натали советово типа пародирует перешедшего с работы моего мужа, который меня выгоняет на работу. Для Натали советово станет удивлением, что наличие мужа в моей жизни не предполагается от слова совсем. Что у Натали советово настолько интересное платье, что в момент, когда она делала интенсивные движения, у меня было опасение, что вот эта прекрасная тесеночка на груди, она сейчас просто лопнет, и мы с вами увидим что-то, чего не должны были видеть. В прошлый раз говорила, что я завидую, потому что у меня нет детей, а тут уже, не знаю, может быть, это моя жизнь через 20 лет после обзора на Натали советово, когда у меня уже муж и дети, но не судьба. Напишусь Сталину. Тебя срочно надо сдать в ЛТП. Я боюсь, что с письмом к Сталину Натали советово опоздала лет так на 45. Мне бы хоть 100 долларов заработать. Тоже буду блогером. Чувер, ты трост будешь. Я муж приветовый. Я решил стать блогером. Я сижу на ее шее. Мы москвичи, москалимы. Москалим. Тем самым мы лучше всех остальных людей. Мы имеем право, мы имеем право высказывать свое мнение. Вы знаете, мне кажется, московская прописка, она просто до добра некоторых персонажей из интернета не доведет. Что там Бартан Болотов рассказывает, что он коренной москвич в 10-м поколении. Теперь у Натали советово, между прочим, коренная москвичка. Смотря на то, что это шутливый обзор, все равно даже если бы я делала реакцию на кого-то шутливую, мне кажется, географически откуда ты, это вообще последнее, над чем что было бы шутить. Здорово, ты куча денег. Магер, это бродер. Который славится макияжами, тестерами. Она меня обложила, а я хочу очень заработать. Вот эта вот скобка железная, даже не знаю, чего она в рот засунула. Это пластик или что это? Или это какая-то крышечка такая, знаете, пластиковая. Что это вообще? Мне кажется, над брекетами в последний раз смеялись, ну, когда я в классе в седьмом или в шестом была. Мне кажется, брекет это вообще уже не смешно. Я вообще не завидую. Мне, ебаря-то, денег не дают. Я решила вот на Советовой заработать. У нее 11 тысяч видео. 11 тысяч видео, чтобы вы понимали. И руки у меня крюки. Я вот видео подала. Рассерование у Наталии Советовой. И к моему, собственно, я не зарабатываю 100 долларов с видео. Но вообще меня очень удивляет, когда одни влогеры обвиняют другие в какой-то меркантильности. К сожалению, на русскоязычном пространстве ну, очень-очень мало платят. Поэтому Наталии Советова может спать спокойно. Не зарабатываю. Я 100 долларов и даже с некоторых видео даже 50 долларов не зарабатываю. Вот. Я не знаю, почему так. Может быть, виной всему вот эта маленькая цена за клики, да, в нашей стране. Но для каждого канала, для каждой категории, точнее, да, она индивидуальная. Но вообще, как бы, очень-очень скромные суммы выходят. И для меня YouTube – это скорее средство поиска новых клиентов в городе Киев. И, ну, вообще, там, знаете, какое-то самоудовлетворение от того, что меня смотрят люди. Мне нравится там рассказывать про краски. Мне нравится давать какие-то советы по волосам. Но, в общем, вот такая вот ответка была. Мне, конечно, безумно неприятно, что меня назвали мразью. Но с вот этой реакцией мы с вами посмеялись. В общем, пишите, что вы думаете, как вам вот эта вот история с Натальей Советовой? Как вам ее трэш-обзор на меня? Всем спасибо за просмотр и всем пока!